Нам предстоит анализ текущих ключевых событий недели. К нашему эфиру подключается Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины. Михаил, приветствую вас в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Одним из главных политических событий недели стал ряд встреч президента Украины с представителями, главами стран наших стран-партнеров. Очень важные вопросы обсуждали, в том числе украинская формула мира, помощь Украине, также с главой Рима Католической Церкви обсуждался вопрос возвращения наших и гражданских заложников, и детей, которых вывезла Российская Федерация. Если сейчас на данном этапе подвести некие итоги, какой был основной месседж этих встреч, что мы услышали, удалось ли добиться поставленных целей? Главная задача подобных встреч, коммуникации на уровне президента Украины и лидеры других стран, это все-таки определиться, для Украины здесь все понятно, определиться для наших партнеров, они действительно хотят жить в мире, где есть правила, или они хотят жить в мире, где любой может нарушить эти правила, нарушить международное право. Как вы правильно сказали, взять гражданских заложников, убить большое количество гражданского населения, не нести за эту ответственность. То есть президент Украины очень четко расставляет акценты в данном случае, и эти акценты звучат, если коротко, следующим образом. Смотрите, Российская Федерация не есть страной с адекватным мировосприятием, и, соответственно, нельзя с ней о чем-то договориться и считать, что она будет придерживаться договоренности. Российскую Федерацию можно принудить к осознанию того, что такое международное право, что такое ответственность за военные преступления, что такое финансовая ответственность за разрушения, которые они несут в рамках войны и так далее. А для этого нужно принять целый ряд решений, базовых решений, консолидированных решений, коллективных решений странам Запада прежде всего, странам демократии, ну, собственно, странам, которые входят в проукраинскую коалицию. Какие это решения? Первое, война должна быть закончена на справедливых условиях. Ну, формула мира как раз-таки есть, базовая конструкция, что ли, которая четко показывает, что такое справедливые условия финализации войны. Но для этого, опять же, западным странам нужно принять для себя решение. Россия обязана проиграть. Для этого необходимо вести войну в рамках описанных правил ведения войны. Как это не парадоксально сейчас звучит, потому что если Российская Федерация может делать все, что она считает нужным в этой войне, ну, то есть и атаковать даже гражданское население, что запрещено, безусловно, уложениями тех или иных конвенций и так далее, то Украину как раз-таки, наоборот, сдерживают и не позволяют решать военные задачи, которые, ну, Украина вправе решать. Например, наносить те же удары в глубину территории Российской Федерации, масштабные удары, переносить туда войну и так далее. Ну, и когда вот президент ставит акцент о том, что решите для себя, правила все-таки есть или нету, то тогда следующий вопрос, который поднимает президент Украины, звучит таким образом. Если правила все-таки есть и их нужно защищать, и, соответственно, вы готовы в это вкладываться, то тогда давайте решим вопрос об объемах военных поставок, об объемах тех инструментов, которые на этом этапе войны, с учетом того, что мы видим и по линии фронта, и с учетом того, что мы видим на территории России, и с учетом, скажем так, итогов тех ударов, которые Украина нанесла своим оружием по территории России, какие-то имеют социальные последствия в России, давайте примем решение. Больше оружия, больше необходимого дальнобойного оружия, ну и, соответственно, принуждение России к переговорному процессу, к мирному процессу только через, опять же, военные, экономические, дипломатические и политические инструменты принуждения. Вот это общая канва. Да, есть отдельная позиция. Это то, что вы сказали о встрече, например, с понтификом, с Папой Римским. Там обсуждались гуманитарные аспекты. К сожалению, опять же, на мой взгляд, недостаточно внятно проговорено тот тип войны, который ведет Россия. Я не про встречу сейчас в Ватикане, а в целом, на мой взгляд, недостаточно внятно проговорено, что Российская Федерация, даже исходя из типа войны, которую она ведет, недостойна того, чтобы можно было сделать вид, а давайте с ними о чем-то разговаривать. Потому что они исключительно используют геноцидные практики и по отношению к гражданскому населению, и по отношению к военнопленным. Безусловно, они не соблюдают никакие, опять же, конвенции. Безусловно, задача, одна из ключевых задач, которая стоит перед Россией в рамках этой войны, это максимальное разрушение территории Украины и максимально геноцидное уничтожение населения. То есть, имеется в виду и депортации, и насилие непосредственно в зоне ведения боевых действий, и это на оккупированных территориях построение целых сетей пыточных, опять же, где люди погибают, люди исчезают и так далее. Вот, в принципе, эти аспекты еще раз достаточно четко проговорены, и они, на мой взгляд, сегодня зафиксированы в так называемом плане победы. Ну, имеется в виду зафиксированы математически четко. И, соответственно, президент хочет, чтобы наши партнеры действительно объемно подумали о будущем, объемно подумали о тех, скажем, инвестициях, которые они делают в Украину, а на самом деле они делают в собственную безопасность, и приняли окончательное решение по отношению к судьбе Российской Федерации. Михаил, я так понимаю, что еще было очень важно этими визитами, этими встречами продемонстрировать, то есть дать такой некий сигнал, что продолжается диалог с нашими партнерами, что последовательно продолжается поддержка и помощь Украине, ну, потому что, я так понимаю, что могли быть попытки спекуляции со стороны страны-оккупанта такими темами. Не думаю, что сейчас какие-то спекуляции пропагандистские, которые Российская Федерация пробует использовать в рамках глобального давления, имеют значение. Я бы даже привел в этой связи последнее высказывание господина Рюта, ну, это новый генеральный секретарь военного альянса НАТО, что обращать внимание, например, на эту риторику, ядерный шантаж Российской Федерации вообще не стоит, потому что у стран НАТО есть достаточные инструменты для, скажем так, эффективного противодействия этому шантажу, ну, или вообще, в принципе, тем угрозам, которые сегодня рассылает Россия и так далее. Ну, безусловно, важно показывать для внутреннего рынка, да, политического, для внешних рынков политических, чем это стран-партнеров, о том, что у нас, опять же, абсолютное понимание и взаимопонимание с партнерами есть, опять же, есть постоянный диалог с партнерами на разных уровнях, на разных уровнях потребностей, что есть постоянная дискуссия, попытка унифицировать подходы к этой войне. Украина, безусловно, более радикально с точки зрения правильного финала войны, ну, это очевидно, да, потому что мы находимся внутри войны, мы являемся субъектом войны, мы являемся жертвой, на которую не спровоцированно напала другая большая ресурсная страна и так далее. И, конечно же, Украина торопит партнеров, чтобы решения быстрее принимались, то есть, чтобы политические трансформации, глобальные политические трансформации быстрее происходили. Что такое трансформация? Это осознание, что вы не можете гарантировать себе стабильное будущее, которое будет базировано на международном праве, если Российская Федерация не заплатит оптимальную, максимальную, я бы даже сказал, цену за сам факт агрессии. То есть, тогда невозможно представить, что мир существует в неких правилах, опять же, вернемся к этому. И, конечно же, с партнерами, которые не находятся внутри войны, нужно продолжать это делать, ну, имеется в виду не внутри войны, непосредственно на их территориях, то, соответственно, нужно им объяснять, насколько опасна вот эта, скажем так, неправильная финализация войны. Ну, то есть, грубо говоря, то, что мы с вами увидели после 2014 года, когда, к сожалению, Российская Федерация не понесла практически никакого объемного наказания за сам факт агрессии, за плацдарменную атаку Украины тогда, ну, в первом этапе войны. И, соответственно, сейчас абсолютно точно Украина наставит, что нельзя повторять подобные фундаментальные глобальные ошибки. То есть, здесь еще раз подчеркну, первое, коммуникации крайне важны, второе, актуализация темы финала войны на встречах с партнерами крайне важны, третье, абсолютно точно нужно показать, базируясь на фактах, а мы сегодня базируем, ну, те предложения, которые Украина делает партнером, ну, и с точки зрения оружия, и с точки зрения необходимости разрешения тех или иных ударов по территории России и так далее, базируемся на конкретных фактологических материалах. Ну, то есть, есть опыт уже, да, нет, это не теория. Соответственно, есть понимание того, что если война будет перенесена на территорию России в большем, намного большем масштабе, это очень быстро ускорит социальное протестное, появление социальных протестных настроений на территории Российской Федерации, что в свою очередь будет существенно давить на исполнительную вертикаль в России и, конечно же, будет вести к правильному финалу войны. То есть, вот это все необходимо, безусловно, постоянно повторять на разных уровнях, опять же, еще раз в коммуникациях с нашими партнерами и, соответственно, подытаживая всю эту тему, сказал бы, что влияние российской пропаганды, как раз-таки, которая пытается дискредитировать те или иные встречи, пытается развалить те или иные встречи, пытается использовать своих неформальных спикеров, мы знаем, кто и в Европе часто выступает с пророссийскими позициями и так далее, что нужно немедленно прекратить огонь на условиях России, по сути, и так далее. Но это сегодня не имеет такого большого значения, как, например, до начала полномасштабного вторжения или в течение первых полутора лет полномасштабного вторжения, когда Россия все-таки имела возможности пропагандистски давить на глобальное политическое общественное мнение. И, опять же, в продолжение темы, как раз должны были состояться встречи в формате Рамштайн в это время, по известным причинам были они перенесены фактически на неделю. Вот те встречи, те ряд встреч, которые провел сейчас президент Украины, они как бы стали этапом, возможно, подготовки к следующему заседанию Рамштайна. То есть такие вопросы там тоже обсуждались, в том числе? Безусловно, давайте вы правы, конечно же, есть целая и понятная логика в том, что сейчас происходит, имеется в виду на уровне встреч президента Украины с лидерами других стран. Но давайте просто эту логику немножко зафиксируем. Смотрите, есть ключевые партнеры, те, которые наибольшее количество оружия, базовое количество оружия, необходимого для того или иного этапа войны, предоставляет Украине. Безусловно, к ним относятся Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Италия. То есть это ключевые страны, еще раз подчеркиваю. Да, другие страны точно так же выделяют военные пакеты, которые входят в условный клуб Рамштайн. И, конечно же, они точно так же заинтересованы глубоко понимать проблемы, почему то или иное оружие надо, им тоже нужно все эти презентации проводить и так далее. Но, тем не менее, еще раз, основная базовая конфигурация военной помощи, это как раз вот эти пять стран, которые я назвал. И, конечно же, когда вы презентуете им, какой вид оружия, в каком объеме, почему именно это оружие нужно на этом этапе войны, каким оно будет приводить последствия, и математические формулы к этому предоставляете, ну, то есть, которые точно рассказывают, что, как и почему. И, соответственно, логика президента какая? Презентация для Соединенных Штатов – это базовый наш союзник, безусловно. И, соответственно, Соединенные Штаты должны даже давать, так называемые, дополнительные разрешения другим странам на поставку оружия Украине. Почему? Потому что там есть лицензированные виды оружия, ну, имеется в виду, что лицензия есть у Соединенных Штатов, у производителей Соединенных Штатов, есть там, условно говоря, комплектующие Соединенных Штатов. То есть, юридически нужно, чтобы это выглядело следующим образом. Соединенные Штаты приняли решение. После этого те страны, которые в кооперации с Соединенными Штатами производят то или иное оружие. Им презентация. То есть, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия – это ключевые, еще раз, военные партнеры. Это базовый сценарий, базовый сценарий, который прописан в плане победы, ну, имеется в виду, как инструмент принуждения военного. Вот эти страны получили презентацию. Они ведут свою внутреннюю дискуссию. Они обсуждают с точки зрения, насколько что реалистично, как оно должно работать и так далее. Дальше расширение, да, то есть, дальше как раз и должна была быть встреча на Рамштайне, где презентация плана победы в большем объеме для большего количества стран, для тех стран, которые точно так же входят в коалицию поддержки Украины, военной поддержки. И, соответственно, после этого, скажем так, частичное опубличивание плана победы для широких социальных групп, ну, имеется в виду и в Украине, и в других странах. Ну, то есть, то, что можно опубличить, безусловно, потому что там есть те материалы в дополнениях, которые, ну, наверное, все-таки публично вряд ли нужно будет обсуждать и так далее. То есть, логика здесь понятна и, в принципе, частично фундаментальный объем работы президент Украины уже выполнил, то есть, презентовал ключевым нашим союзникам, то есть, базовым союзникам план победы. И дал возможность им продискутировать у себя внутри, насколько все это реалистично и насколько это действительно позволит обеспечить устойчивость глобального правового поля. Я бы даже так сказал, потому что поддержка Украине, еще раз, это не поддержка ради войны, поддержка Украины сегодня, и вот это нужно постоянно подчеркивать, это инвестиции в устойчивость вот этого правового поля, в котором мы находимся, международного права, в котором мы находимся, в ту архитектуру безопасности, которая, да, худо-бедна, но, тем не менее, она существует. Потому что Российская Федерация как раз заинтересована, помимо того, чтобы уничтожить территорию Украины, заинтересована в разрушении международного права, как единственного субстрата юридического в межгосударственных отношениях, и точно так же Российская Федерация заинтересована в унижении той архитектуры безопасности, в которой мы с вами сегодня живем. Ну, то есть, показать, что только сильный может устанавливать правила, ну, то есть, если у вас есть сила, если у вас есть готовность убивать людей другой этнической принадлежности или другой государственной принадлежности, то вы должны доминировать в мире. Вот Россия такую концепцию предлагает. Мы же, когда говорим, вот Украина, когда проводит переговоры, презентует тот же план победы, говорит, смотрите, в это инвестиции, не только в возможность Украины дальше продвигаться в этой войне по территории России, это инвестиции в систему безопасности, внутри которой вы все сегодня находитесь. Ну, вот, кстати говоря, если посмотреть на то, что сейчас происходит у нашего противника, очень много заявлений и сообщений о том, что военные Северной Кореи уже даже принимают участие в боевых действиях, либо проходят подготовку на территории Российской Федерации. В связи с этим ряд вопросов возникает, например, о том, каковы сейчас ресурсы, чем располагает армия противника, насколько их части боеспособны. Это, да, с одной стороны. А вот с другой стороны тоже, как реагируют миры и достаточно ли реакций на вот такое вот сотрудничество двух, по сути, диктатур, но ведь не скрывает Пьянян и Москва свой диалог именно в военной сфере. Начнем со второго. Реакции вообще недостаточно, это безусловно. И это очень сильно удивляет и очень сильно стимулирует такие режимы, которые мы видим с вами в Северной Корее, увеличивать степень своей агрессивности, глобальной агрессивности. Это несомненно, потому что, еще раз, реакции недостаточно. Давайте начнем с того, что ключевой снаряд сегодня на поле боя, которым пользуется российская армия, безусловно, это северокорейский. Там более 6 миллионов снарядов передано, да, и мы не берем с вами еще во внимание те ракеты, которые Корея и Иран передают, ну, Северная Корея и Иран передают России. И мы не берем с вами то, что, безусловно, инженерные войска и Корея и Иран присутствуют на территории России, участвуют так или иначе, прямо или опосредованно в боевых действиях, ну, имеется в виду, там, помогают с инженерным обслуживанием той же техники, которую передают эти страны. И, опять же, все это не имеет надлежащей объемной реакции международного сообщества. Для меня это удивительная, как бы, ситуация. С одной стороны. С другой стороны, как бы, нужно понимать, что Россия действительно находится тоже в стадии ресурсного истощения, и это очевидно. Действительно, у них есть дефициты снарядные, дефициты ракетные. Безусловно, если бы санкции более жестко работали, и Россия не могла через третьи страны получать комплектующие к ракетному производству, то мы бы сегодня с вами вообще не имели бы, скажем так, того объема ракетных атак, не дроновых, а ракетных атак по Украине, которые мы имеем. Потому что основные комплектующие в ракетах, современных ракетах, тех же калибрах, тех же Искандерах разных модификаций, это европейские и североамериканские. И, конечно же, это удивительно еще, и это тоже сильно удивляет. И поэтому ресурсное истощение России очевидно, и, безусловно, Россия пытается это ресурсное истощение компенсировать за счет вот этих двух союзников. Не забываем также, что, например, с точки зрения мобилизационных или рекрутинговых мероприятий, Россия все время идет на повышение стоимости живого мяса. Я прошу прощения за эту терминологию, но она именно так звучит. То есть покупка человека, которого можно отправить в одну сторону на Украину, для того, чтобы он там убивал людей, сегодня составляет от 2,5-3 миллионов федеральных рублей до 4-4,5. То есть это говорит об истощении и этого ресурса. И этот ресурс Россия пытается компенсировать за счет высоких выплат. Опять же вопрос возникает, почему Россия имеет доступ к глобальным финансовым рынкам и зарабатывает на этих рынках те или иные деньги. Опять же, здесь я проговорю ту тему, которая прописана в плане победы, как экономическое принуждение России к переговорному процессу, ну или к окончанию войны, давайте шире говорить. Там четко можно увидеть следующее. Вот смотрите, за последние два года, чуть больше даже, чем два года, товарооборот между странами Европейского Союза и странами бывшего Советского Союза, те, которые находятся возле России, имеется в виду страны, прежде всего, среднеазиатского направления, товарооборот вырос на 400-600-800%. Вы понимаете, что потребительские рынки в этих странах не выросли, безусловно. То есть они не заинтересованы в таком объеме продукции. То есть потребителем европейской же продукции через эти страны является Россия. Россия через эти страны продает газ, Россия через эти страны продает нефть, Россия через эти страны покупает с торговых рынков то, что ей нужно. И, соответственно, она имеет хороший финансовый оборот. То есть у них есть возможность зарабатывать деньги, которые они потом направляют, опять же, на финансирование милитарного комплекса, то есть на финансирование милитарной экономики внутри своей страны. И, соответственно, если мы эту проблему не решаем, то Россия имеет деньги. Да, она имеет плохие производства. Сейчас очевидно, что эти производства не справляются с той нагрузкой, которая дает России война. То есть война очень высокой интенсивности, требует очень много ресурсов. Таких расходных ресурсов, амуниции, тех же снарядов, например, и Россия, безусловно, не может справиться с производством такого количества ресурсов. И тут на помощь как раз приходит та же Северная Корея. И опять же возникает резонный вопрос, почему Украина со всем этим разбирается? Во-первых, требует жестких санкций. Во-вторых, требует более жесткого реагирования на действия Ирана и Северной Кореи. В-третьих, действительно требует в рамках логики войны, требует все-таки большего количества встречного ресурса. Ну, потому что там три страны снабжают войну. У нас хотелось бы, чтобы больше стран давало больше ресурсов, а не вот, я прошу прощения, по чайной ложке этого ресурса или с отстрочкой этот ресурс. Напомню, что одна из ключевых проблем сегодня, даже в рамках клуба «Рамштайн», это то, что есть договоренности об определенных военных пакетах, об определенном количестве той или иной техники, но она идет в Украину гораздо медленнее, чем об этом договаривается. То есть она вместо одного месяца, полутора месяцев на поле боя оказывается через 6-8 месяцев. А это, конечно же, существенно влияет на то, что мы видим по линии фронта. Вот хотелось бы, чтобы эти все вопросы как-то, ну, более что ли справедливо обсуждались в элитах, а не обсуждались дикие, на мой взгляд, инициативы, типа, давайте разменяем, например, территории Украины на окончание войны. Ну, то есть, как бы, знаете, в глобальном медийном пространстве, в том числе в странах-партнерах Украины обсуждаются, на мой взгляд, абсолютно бессмысленные идеи, которые, наоборот, будут стимулировать войну. И это делается регулярно. Вот смотрите, еще раз, территории, которые вы оставляете агрессору в обмен на то, чтобы он закончил войну, это же само по себе выглядит нелепо. Агрессор пришел на эти территории, значит, он выиграл. Если он на них остался, он выиграл. А что это значит для агрессора? Это значит, агрессию нужно продолжать, потому что ты будешь получать результаты, да, другой ценой, чем ты планировал. Ну, мы с вами понимаем, что Россия планировала Блицкриговую войну, но война уже тянется практически три года. Но, тем не менее, оставляя территорию России, вы ее стимулируете продолжать агрессию, то есть увеличивать объем экспансии, увеличивать объем давления на Украину, на Европу в целом и так далее. То есть, вот вместо того, чтобы это обсуждать, мне бы хотелось, конечно, чтобы в глобальном медийном пространстве реалистично обсуждали сценарии, например, как разбираться с Северной Кореей. То есть, что нужно делать, если не работают те или иные санкции, что нужно делать с Северной Кореей с точки зрения ее милитарного потенциала. Как нужно себя вести по отношению к Ирану? Что нужно делать, если северокорейские инженеры или даже войска будут присутствовать на территории России? И так далее, и тому подобное. Ну, опять же, да, давайте, если вспомнить начало полномасштабного вторжения, то вот эта некая растерянность мирового сообщества, она привела к тому, что практически сразу Северная Корея заявила и начала испытания своего ракетного оружия. И вот этот момент безнаказанности, он тоже провоцирует и такие моменты. Вот опять же, если говорить о деньгах, которые сейчас Российская Федерация тем или иным способом продолжает получать и направляет на милитаризацию, то тут не только о военно-промышленном комплексе идет речь. 2,6 миллиарда рублей или около 260 миллионов долларов в неделю планируют они тратить на пропаганду в следующем году. Вот так, в проекте бюджета на 2025 год, на финансирование государственных телеканалов, СМИ и интернет-озданий предусмотрена рекордная сумма, более 137 миллиардов рублей. Пишет об этом издание The Moscow Times, но и в целом расходы на пропаганду увеличат на 13%. А с чем это связано? Нужно больше врать о так называемых победах? Это связано с концепцией русского мира. Только. То есть, ключевой смысл русского мира это насилие и вранье, вы абсолютно правы. То есть, поэтому им нужно, вот они же блефуют всегда. Российская Федерация, она построена на блефе. И, к сожалению, этот блеф долгое время срабатывал, да, вот эта пропаганда. Они поняли в какой-то момент, начиная там в середине, даже не в середине, а в конце скорее 90-х, они поняли, что можно спокойно, знаете, как это, вот есть правила, и все их придерживаются. Вы можете прийти и сказать, там, мы тоже придержимся правил, но на самом деле делать все, что вы хотите. То, что делала Россия на европейских рынках, медийных в том числе. То есть, Россия всегда не продавала журналистику там или что-то еще, она всегда продавала пропаганду. Но почему-то долгое время на Западе считалось, что это там российская журналистика, журналистика, Россия имеет право точно так же там строить корпункты, сеть большую, что имеет право использовать свои там медийные площадки и давать им возможность интегрироваться в глобальное медийное пространство. Это имеется в виду и РТ, и спутник, и все остальное. Это, к сожалению, то, на чем Россия всегда, она всегда играла асимметрично, не по правилам. И она всегда продавала не вторую точку зрения, не какую-то там информационную конкуренцию, а всегда продавала исключительно выраженное вранье, да, исключительно выраженную пропаганду. И сейчас они понимают, что они могут за счет вот этого игры не по правилам, за счет давления медийного, они могут достигать каких-то результатов, потому что будут пугать, будут оскорблять людей, будут провоцировать внутренние конфликты, спекулировать на внутренних конфликтах, будут параллельно. Смотрите, они ведь параллельно делают три, запускают три процесса, и сейчас их ведут. Первое, это то, что вы сказали, это инвестиции в медийную компоненту. Но сама по себе медийная компонента не даст тех результатов, на которые рассчитывает Россия современная. Поэтому второй компонент – это финансирование различных политических и общественных движений в разных странах. Ну там с ультраправой, с ультралевой идеологией, с провокативной идеологией в целом. И эти, скажем так, политические и общественные группы имеют поддержку, масштабную медийную, пропагандистскую поддержку российских же продуктов на этих территориях. Соответственно, и есть третья составляющая – это то, что Россия делает в Украине. Это демонстрация насилия как основного инструмента внешней политики России. То есть она всегда так вела по отношению к другим странам, просто не было таких масштабных горячих войн. Но Россия всегда максимально оскорбительно, максимально ультимативно работает с внешнеполитическими темами. То есть она всем странам всегда угрожает, она везде пытается спекулировать на каких-то торговых отношениях, она всегда пытается использовать тот же газ в качестве безусловного оружия и так далее. То есть вот три компоненты, три составляющие. Главная задача России – всегда соврать, всегда обмануть и всегда получить вот этот на блефе, получить результат «отдайте нам что-то», «дайте мы будем доминировать». Ну и не забываем ключевой вообще инструмент базовый для России – это коррупция. Это основная корруппогенная страна, та страна, которая больше всех денег тратит на попытку купить или как-то повлиять финансово через серые схемы на национальные элиты. Вот основные инструменты. И безусловно, они заинтересованы увеличивать влияние этих инструментов. Они понимают, что даже на фоне войны, вот смотрите, на фоне войны, ну давайте же объективно, они же увидели, что за эти два с половиной года? Они увидели, что даже на фоне войны, на фоне безусловных военных преступлений, манифестного характера, массовых убийств, я не только про Бучу, Юрпене и так далее, я про все, что они делают в этой войне. Даже на этом фоне Россию все равно приглашают на спортивные мероприятия, на культурные мероприятия, позволяют в Венеции прокатать абсолютно пропагандистский фильм по поводу того, какие же это все-таки мирные мальчики пришли резать граждан другой страны. Смотрите, но у них же есть свои жизни какие-то. Я про фильм Трофимовой. Они абсолютно, Россия абсолютно официально присутствует в качестве председателя, действующих организаций в международных институтах, таких как ООН, Красный Крест и так далее. Вы понимаете, абсурдность этого, и Россия это чувствует. Она понимает, что мир, демократический мир, не готов жестко отсечь Россию, изолировать ее, то, о чем мы с вами говорим уже не один год в рамках этой войны. И, соответственно, они пытаются как раз-таки наоборот увеличить вот это давление. То есть коррупционное давление, силовое давление, ультраправое давление и медийное давление на современные рынки. И, соответственно, считают, что за счет вот этого давления они будут иметь тот результат, который им нужен. Михаил, и вот, опять же, несколько слов, да, вы сказали о сотрудничестве, о рукопожатности некой России. Вот сейчас саммит БРИКС очень горячо обсуждается, очень, скажем так, ну, не так, как бы хотелось Путину, там все происходит, и явно не по его сценарию. Вот что бы вы сказали в целом о переориентации, попытке переориентации РФ на Азию, на Азию, на глобальный юг, и насколько сейчас там готовы его поддерживать? А я буду говорить о парадоксальных вещах. Предупрежу, у нас буквально пару минут остается. Да-да-да, если вчера в БРИКСе Россия доминировала, и там было пять стран, ну, соответственно, название, вы понимаете, Бразилия, условно говоря, Индия, Китай, Россия и Саудовская Аравия, то сейчас, безусловно, там немножко другая конфигурация, это совершенно другой уже союз, там доминирует, безусловно, Китай и Индия, ну и Бразилия. И, соответственно, Россия постепенно переходит на позиции аутсайдерства. Почему она и пытается все-таки как-то остаться в роли какого-то там модератора, да, поэтому Казань, поэтому периодически они какие-то там заявления делают о том, что БРИКС будет там модерировать чуть ли не собственную валюту и будет влиять. На самом деле это все нонсенс, то есть Российская Федерация будет терять свои позиции. И, кстати, парадоксальность в том, что страны глобального юга понимают неперспективность, стратегическую неперспективность России. И понимают, что для того, чтобы иметь хорошую конкурентную площадку, ну БРИКС они рассматривают как конкурентную экономическую площадку для устоявшихся уже экономических альянсов, таких, например, как Евросоюз, то, соответственно, они должны идти на, опять же, сотрудничество, конкурентное, но сотрудничество, да, с альянсами. В то же время Россия предлагает конкуренцию через насилие. То есть для стран глобального юга это неприемлемо. Просто они сейчас еще не рассматривают эту войну, которая должна будет окончательную точку поставить в глобальной карьере Российской Федерации. Не до конца они рассматривают, что эта война должна быть справедливо финализирована. Почему? Потому что они на этой войне точно так же зарабатывают, да, ну то есть в рамках своих национальных интересов, безусловно. И, соответственно, они пользуются вот этим моментом для того, чтобы увеличить там доходность какую-то, перераспределить рынки какие-то и так далее. Но, тем не менее, я уже вижу изменения, то есть и страны глобального юга немножко начинают осознавать, что Российская Федерация это абсолютная деструктивная позиция, это абсолютно аутсайдерская позиция, это та позиция, которая приведет только к глобальным конфликтам, приводит всегда, но не к глобальному сотрудничеству, которое было бы выгодно и странам глобального юга в полном объеме. Поэтому будем с вами видеть очень быстрое угасание России, как страны еще вчера игравших доминантную роль в Бриксе. Михаил, спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Напомню, Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, был на связи со студией Freedom, обсуждали ключевые события недели. Субтитры создавал DimaTorzok